Ветеранская организация Ленинского района уже много лет занимается воспитательной и просветительской работой для молодежи. Но в то же время они и сами рады узнать что-то новое, тем более связанное с историей нашего города. Делегация из 15 человек отправилась с экскурсии на московский коксогазовый завод. Сегодня наши активисты, члены президента, совета ветеранов, решили познакомиться ближе с нашим флагманом нашей промышленности в городе. Его людьми, производством. Так или иначе, с градообразующим предприятием связана жизнь многих видновчан. Вот и участник Великой Отечественной войны Владимир Федорович Дегтярев начал работать еще на строительстве предприятия в 1949 году. На заводе прошли, как говорят, все мои молодые и юные, и уже зрелые годы. А сейчас в качестве члена президиума Совета ветеранов он предложил своим коллегам посмотреть, чем живет завод сегодня. Экскурсию провел сотрудник предприятия Николай Зубахин. Своими глазами ветераны увидели процесс получения кокса из угля и смогли потрогать уже готовый продукт металлургии. Вот рыжие такие кропления. Это перитное железо, которое в составе золы попадает с углями. Ну, я говорю, зола здесь 12%. Некоторые из ветеранов не были на территории завода со времен Великой Отечественной войны, когда здесь располагались военные штабы. Евдокия Михайловна оказалась здесь впервые с 1944 года. И такое громадина даже не умещается в голове. И все это делают люди. В таких условиях работают ударники, заслуженные люди. Честь им и хвала. Познакомившись с историей завода, ветераны остались довольны. Они фотографировались и делились своими впечатлениями. 39 лет отработал на заводе имени Лихачева. Производство знал, хорошо знал. И здесь мне настолько поразило уровень технологии. Ведь производство, в принципе, это очень вредное. А экология занимается очень серьезно. Очень понравилось. Был много раз, но никогда не видел, так сказать, технологию кокса производства. Очень интересно. Мощное предприятие. Стоит отметить, что это был первый совместный выезд ветеранов на завод. В планах у организации продолжить экскурсии по исторически значимым местам Ленинского района. Дмитрий Книга, Алексей Руднев, Сергей Ларин, Видное ТВ.